здравствуйте здарова так сразу спалился ну так лучше гораздо лучше можно начинать это еще не хватало с вами диванная формула и мы попробуем сделать шоу про автоспорт формула же сидела 30 лет и три года бутылки думал думал много думал и вот что на дом почему не времена ребятушки нынче очень непростые все эти блогеры это просто невыносимо на образе какое-то хотят тоже был пиздец самое главное что за автоспорт вообще никто не топит и это точно молодежь вся как один свернулись на жигах и дрифте и ничего плохого в этом собственно то и нет наоборот это очень и очень хорошо но не дрифтом же единым вот и мы попробуем осветить какие-то другие его грани давайте же уже сломаем все эти стереотипы чертова автоблогерство жопу аналитику давайте просто разговаривать на самом деле пока очень сложно поймать формат ибо аудитория может быть совершенно разным от людей что как и я смотрят формула-1 где-то середины 90-х до обычной простой школоты в любом случае на одних мемчиках не выйдешь это так ступа но потом и диванная формула чтобы менять свое мнение но всегда считать его единственного верно не можешь сказать ничего конструктивного завали буквально уже завтра стартует новый долгожданный сезон 2018 года сезон в котором нас не будет гридгеллс а будут пидоры говорят может быть хотя бы дети появится хэлло чертова блять иду да и вообще никто не знает что будет и вообще чертова знает кто выиграет ну если вы не очередная интернет ванга конечно вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться и я не могу сфигали спросите вы ну смотрите сами это я все к чему мир сезонные тесты в этом году выдались какими-то слишком русские слишком зимние ну знаете эти русские таким же успехом их можно было бы провести у нас в россии ну например на сочи там по крайней мере был асфальт даже басты дрифтил просто раз раз и рогаль кричал да и вообще тесты вновь ни о чем нам совершенно не говоря было время а раньше было лучше когда тестов было очень много ну просто очень 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 мать его много что он официально в тренировках ну непосредственно перед гран-при хрен угадаешь кто на что способен и все отрабатывали какие-то свои задачи совершенно точно зная на что они способны в боевом режиме но настали времена которые назвали сокращением расходов и тесты стали каким-то просто наглядным представлением о том что нас ждет в будущем сезоне этот вот валит а это вообще говно какое-то прости господи хорошо хоть не разваливается но эти боги автоспорта наконец-то услышали наши молитвы и вновь как раньше чертова поймешь что будет ведь вы зимой ездили так что первые самые настоящие тесты ждут нас только в австралии это если дождь не пойдет но кстати мы теперь кое-что знаем не ху и можем что угодно додумать очень хорошо что записи идет так поздно ведь уже известно что борьба с излишним расходом масла вышел на какой-то новый уровень просто так его же теперь никому не дадут и как-то уж больно сильно мерседес феррари засуетились хэм даже он сказал что пожалуй им будет довольно сложно сражаться с редбулом короче что-то нас ждет осталось совсем чуть-чуть буквально вот завтра уже это я еще молчу про новые ливреи вид машин и дебют сергея сироткина но обо всем этом уже в первом выпуске посвященном гран-при австралии ну а там уж как пойдет удачи но чтобы шоу хоть как-то развивалась иди работай вам придется помочь ставим лайки дизлайки комментируем все читаем задаем вопросы и нажимаем на всякий там колокольчик любви вам и мира да пребудет с вами силу пока свет говно звук говно я верну ты хорошая